Продолжая тему сплайнов, разберемся немного о смоделировании при помощи сплайнов. Именно с тем, для чего эти сплайны предназначены. Итак, приступим. А для начала построим сплайн. Для этого перейдем, ну, допустим, в вид сверху. Возьмем команду линия и начнем его строить. То есть, для того, чтобы у нас были прямые линии, держим зажатую клавишу shift. Ну, вот, построим что-нибудь такое вот подобное. Даже замыкать не будем. То есть, сразу это конвертируем, превратим в редактируемый сплайн. И, допустим, выйдем на уровень вертекса в точек. Как вы знаете из предыдущих уроков, мы можем редактировать это. Вот, допустим, превратить это в смутч. Если нам вот не нравится, можно подредактировать. Можно даже выйти на уровень сегментов и подредактировать, допустим, сегменты. Это мы проходили на предыдущих занятиях. На сегодняшний день нас интересуют вопросы, каким же образом использовать этот сплайн. А используется он в основном в двух случаях. Первый случай – это когда этот сплайн используют как какой-то путь. И второй случай основной – это когда этот сплайн используют как какую-то плоскость. Ограничение, вернее, плоскости. Разберем первый случай. Это то, когда наш сплайн используется как путь. Для начала разберемся, из чего состоит наш сплайн. Для этого нажимаем Modify – Изменить. И видим, что наша линия состоит из вертексов, точек. Это мы уже с вами проходили. И сегментов – это линии, которые соединяют эти точки. Вот немного разберемся с этим. Что же такое точка? Точка – вот опять повторимся и нажмем в визуализацию, мы ничего не увидим. То есть это означает, что содержимое нашего сплайна не имеет никакой материальной основы, какую привыкли мы видеть в реальном мире. Что же тогда содержит этот сплайн? Что содержит сама точка вертекс? Ничего иного, кроме как координаты места в пространстве. Вот в данном случае у нас есть сцена, есть пространство. И вот эта точка, она всего лишь имеет координаты места в пространстве. Вот по осям, это мы видим в окнах вот этих вот координат. То есть по осям X, Y и Z она имеет какую-то конкретно координату. Вот по оси Z она имеет нулевую координату. Перейдем вот, допустим, во фронтальный вид. И начнем менять координату Z, и у нас точка начинает подниматься, опускаться. То есть правой кнопкой мыши обнуляем, возвращаем. То есть это означает, что наши точки имеют только место, но не имеют ничего материального. Переходим на сегменты, выделяем. То же самое мы можем их редактировать, но ничего, кроме направления движения от одной точки к другой, эти сегменты в себе не несут. Вообще понятие, что такое путь, это, наверное, направление, куда идут, куда что-то движется. В тридемаксе нет никакого исключения. Путь означает именно то, что-то куда-то передвигается. Вот по этому пути, в тридемаксе, в данном случае, можно направить любой объект, и он будет передвигаться именно по этому пути. Это может быть какой-то предмет, это может быть камера, это может быть светильник. Всё, группа предметов, всё, что вы хотите, можете направить по этому пути. Но чаще всего в моделировании, что именно можно направить по этому пути. Можно направить тот же самый сплайн. Перейдём в фронтальный вид, и возьмём и начертим ещё какие-то сплайны, допустим. Так, возьмём, допустим, вот многоугольник какой-то, возьмём дугу, ну и в принципе нам достаточно вот этих двух будет. Так, переключаемся. Вот для того, чтобы нам вот эти элементы, какой-то один из этих элементов, направить по этому пути, нам нужно сначала выделить сам этот сплайн, и после Modify изменить, и найти модификаторы, которые именно отвечают за это. Вот, допустим, один из модификаторов Bevel Profile сразу, который нам встречается. И сразу мы не будем разбираться с его настройками, с его работой. Это вы можете посмотреть в разделе «Разные уроки». Есть модификатор Bevel Profile, и следующий там Schwab. Просто вот берём клавишу, нажимаем «Pick», то есть взять профиль, и берём профиль. И этот профиль у нас направляется именно по этому пути, который мы задали. Возвращаемся, откатываемся назад, и берём, допустим, другой профиль. Вот этот профиль. И этот профиль точно так же у нас отразился по этому пути. То есть ничего сложного нет. То есть возвращаемся назад, допустим, берём и убираем этот профиль, и берём другой профиль, ну, тот же самый Schwab. Вот он, Schwab. Единственная разница, он нам сразу дал уже готовый профиль. Ну, что это означает, вы узнаете из урока, который находится в разделе «Разные». Здесь мы можем точно так же назначить этот путь, и точно так же отобразиться, но с некоторыми отличиями. В предыдущем вы видели, что здесь не закрыты были профиль эти крышки. Это уже узнаете на этих уроках. Вот это один из способов моделирования при помощи сплайнов. Так же можно ещё каким образом... Так, возвратим назад. Так же при помощи модификатора, допустим, того же самого Extrude. То есть можно поднять вот эту плоскость. То есть вот получить вот такую вот пластину, которая не имеет никакой толщины. Потом при помощи модификаторов можно придать этой пластине толщину. Но это уже другая тема. Так же.